Доброе утро, крымчане! Сегодня 27 февраля, сегодня среда. И я не устаю повторять, что среда – это маленькая пятница. Доброе утро, а мы еще и приближаемся к экватору недели. Это означает, что уже совсем скоро неделя будет подходить к концу. Но на самом деле, каким бы ни был день на календаре, он всегда должен быть прекрасен. Надеемся, что именно так и происходит. Ну а мы постараемся сделать для этого абсолютно все, чтобы поднять вам настроение. И для вас в прямом эфире работает Александр Ткачев и Салия Салямова. Мы не просто работаем. Мы, конечно же, информируем еще в первую очередь. И прямо сейчас у меня для вас есть выпуск новостей, который я готова рассказать, что же происходило за последние 24 часа у нас в Крыму. Экономика, здравоохранение, образование и социальная сфера. Сергей Аксенов на сессии Государственного совета подвел итоги первой российской пятилетки Крыма. В цифрах и реальных достижениях он за час изложил жизни республики. Подчеркнул успехи, напомнил о недостатках и сформировал задачи на будущее молодого субъекта страны. О главных тезисах в отчете материал Артема Артеменко. Пять лет – небольшой по историческим меркам срок, который вместил в себя целую эпоху. С этих слов глава Крыма начинает подводить итоги. Аксенов подчеркивает, главный результат работы правительства республики – это не отчеты и не экономические показатели. Люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему и никогда не будь, а уже в ближайшее время. Это ключевой тезис послания нашего президента Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию. Сегодня мы смело можем сказать крымчанам и всему миру, что за пять лет в российском Крыму созданы прочные основы для решения задач, поставленных президентом для поступательного движения вперед. Наша республика прошла огромный путь от упадка и деградации к возрождению и развитию. Не все у нас получается так, как хотелось бы. Есть и ошибки, есть и неудачи. Есть много нерешенных пока проблем. Одна из главных задач связана с преодолением бедности. К сожалению, здесь нам пока не удалось переломить в корне ситуацию. Пять лет назад жизнь на полуострове разделилась на до и после. Результаты видны не только за рубежом, но и из космоса. Завершается строительство Крымского моста. В мае прошлого года президент запустил по нему автомобильное движение. Идут работы на трассе Таврида. Открыт новый современный терминал международного аэропорта Симферополь, который получил имя великого художника Ивана Айвазовского. Как страшный сон забыт блэк-аут, построен энергомост и электростанции, которые полностью обеспечивают дома крымчан электричеством. Водоснабжение стало стабильным. Завершена интеграция в экономическое, правовое, социальное и гуманитарное пространство России. Нам предстояло выстроить на месте нищей и разваленной хаты экономики украинского периода новое современное российское здание. Последние два года стали проявляться материальные результаты проделанной работы. Позитивный эффект от реализации ряда проектов отсрочен во времени. И наши сограждане, к сожалению, не могут его ощутить здесь и сейчас. Тем не менее, масштабы положительных изменений, которые произошли в Крыму за пять лет, таковы, что эти годы можно без привлечения назвать пятилеткой побед. Наши успехи вынуждены признать даже враги. Крым стал одним из самых популярных туристических направлений в России. В прошлом году был побит рекорд постсоветского периода. Почти 7 миллионов человек отдохнули и оздоровились на полуострове. Обновляется социальная инфраструктура. Строятся детские сады. 21 тысяча мест за пять лет. Впервые за многие годы введены в эксплуатацию дошкольные учреждения, построенные с нуля. Немыслимые достижения для украинского периода. Но это лишь стартовая позиция для Крыма. Окончательным результатом станет полная ликвидация очередности. Также строятся школы и медицинские центры. За пять лет финансирование отрасли увеличилось в 1,7 раза даже без учета средств фонда обязательного медицинского страхования. Медицинские учреждения республики получили тысячи единиц современного оборудования. Во многих проведены капитальные ремонты. Строящийся в Симферополе 12-этажный многопрофильный медицинский центр будет одним из самых современных в Российской Федерации. Работы по этому объекту завершатся в этом году. В то же время в здравоохранении, как и во многих других отраслях, мы стартовали с очень низких позиций. И даже огромных по украинским меркам средств, которые выделяются на развитие крымской медицины, сегодня недостаточно, чтобы привести все наши больницы и поликлиники к федеральным стандартам. На сегодняшний день им соответствует сегодня менее 60% учреждений здравоохранения. Экономические показатели республики стремятся вверх. По итогам прошлого года прирост валового регионального продукта составил 10%. С 2015 года показатель увеличился в полтора раза. Собственные доходы бюджета Крыма увеличились в сравнении с украинскими временами почти в 2,5 раза. Рост доходов крымской казны позволил в разы увеличить финансирование всех отраслей. Например, расходы на развитие социальной сферы выросли более чем в 2,5 раза. Финансирование образования увеличилось почти в 3 раза. Культуры в 3,5. Спорта в 4 раза. Поддержка некоторых отраслей увеличилась по сравнению с украинскими временами даже не в разы, а в десятки раз. Например, объемы финансирования экономики и мероприятий по охране окружающей среды выросли почти в 23 раза по сравнению с 2013 годом. Больше всего средств по итогам прошлого года выделено на развитие экономики – около 82 миллиардов рублей. Аксенов называет результаты позитивных изменений, происходящих в Крыму, зеркалом жизни в регионе. До 2022 года республика должна достичь среднероссийских показателей социально-экономического развития. Утверждено 44 региональных проекта, которые охватывают практически все сферы – от создания комфортной городской среды и экологии до поддержки бизнеса и цифровых технологий. На реализацию проектов планируется потратить 78 миллиардов рублей до 2024 года. Еще один важнейший документ, определяющий нашу работу – это стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года. Главными целями стратегии являются создание инновационной и инвестиционно-привлекательной экономики, повышение уровня жизни крымчан. Выполняются оригинальные отраслевые программы, которые охватывают практически все сферы. У правительства Республики есть четкий план действий по всем направлениям. Мы знаем, что и как делать. Успехи российского Крыма должны проявиться в жизни каждой семьи и каждого человека. Об этом Сергей Аксенов неоднократно говорит в своем отчете с трибуны парламента. Есть и проблемы, которые не дают это сделать прямо сейчас. Очереди в детские сады, состояние больниц, периодически необоснованные рост цен на продукты, нехватка кадров. Это далеко не весь список недостатков, но они несопоставимы с достигнутыми результатами. Не все достижения нашей российской пятилетки можно посчитать, измерить и потрогать руками. Но они как фундамент дома. Его не видно, но без него любая постройка превращается в замок на песке. Мы строим наш крымский дом на прочном фундаменте мира, свободы и общественного согласия. Россия защитила Крым от войны и большой крови, от дикой украинизации и надежно обеспечила безопасность и права жителей полуострова. Пять российских лет стали для нашего региона пятилеткой межнационального и межконфессионального согласия. Главной движущей силой нашего развития является энергия Крымской весны, энергия патриотизма, которая изменила не только Крым, но и всю Россию. Глава республики дает понять коллегам, доверие крымчан нельзя потерять. Главным арбитром работы власти являются люди, которые будут спрашивать за результат. Санкции только стимулируют развитие и преобразование. Успехи российского Крыма – это презентация возможностей русского мира как интеграционного проекта. Глава республики считает это лучшим ответом нашим врагам. Артем Артеменко, Алексей Романов, Новости 24. Альтернатива жидкому хлору вместо вредного вещества водокрыма будет использовать безопасные современные технологии очистки и обеззараживания. Предприятию выделили 400 миллионов рублей на модернизацию. Оборудование уже закупают. В каких регионах республики попробуют воду высокой очистки, узнавала Елена Носкова. К пункту продажи воды на разлив каждый день небольшая очередь. Постоянные покупатели приходят с пятилитровыми емкостями, делают запас на несколько дней. Рияна Умерова – не исключение. Она пьет только бутилированную воду, чтобы не беспокоиться о здоровье и не отмывать чайник от накипи. Жидкость из-под крана только на технические нужды. Жидкий хлор убивает бактерии, но превышение его концентрации опасное и для потребителей, и для природы. В Крыму активно внедряют альтернативные технологии. Чтобы в воде не оставалось вредное вещество хлор, в современных технологиях для очистки жидкости используют ультрафиолет и гипохлорид, которые являются безвредными для потребителя. Это станция гипохлорирования на Янском водохранилище. В основе безопасного обеззараживания хлорид натрия или поваренная соль. Ее растворяют водой в этих баках. Дальше подогрев и следующий этап очистки. Подается на процесс умягчения. Здесь подогревается сам солевой раствор, перекачивается на гидролиз. Оборудование планируют запустить с марта. Сейчас заканчивают его настройку, но современную технику здесь уже используют. На Янском гидроузле обеззараживание воды проводится ультрафиолетовой установкой, что является очень дорогостоящим обеззараживанием, так как ультрафиолетовые лампы очень дорогие импортного производства и очень сложные в обслуживании. С запуском станции гипохлорирования процесс очистки упростится. Она стоит около 50 миллионов рублей. Всего на улучшение качества питьевой воды в нашем регионе выделили 400 миллионов по республиканской адресной инвестиционной программе. Для чего выделены в первую очередь эти деньги? Это для того, чтобы мы сегодня построили на наших насосных станциях, на водопроводных очистных сооружениях, объекты по обеззараживанию подаваемой воды. Такими объектами у нас являются водопроводные очистные сооружения города Феодосии, водопроводные очистные сооружения города Керчи и, соответственно, Айянские и партизанские гидроузлы Синкеропольского водоканала. 400 миллионов полностью используют к концу года. Для сел Чернополье, Вишенная, Крымская и Зуя Белогорского района сейчас готовят проекты очистных сооружений. Их планируют построить в 2021 году. Елена Носкова, Олег Черемисин, Новости 24. Такой была информация от наших коллег, а мы продолжаем следить за развитием событий. Большое спасибо нашим коллегам за очень интересные сюжеты. Но я предлагаю обратиться еще к нашим коллегам, которые сейчас находятся в радийной студии и наверняка уже нас слышат. Доброе утро, друзья! Здравствуйте, друзья! Как проходит эфир? Только начался, но очень бодро и свежо, я бы сказал. Так вот, я и уже радиослушателей поздравил. Сегодня Международный день оптимизма. Желаю вам большого оптимизма на весь сегодняшний день. Родина слышит, Родина знает. Спасибо. Спасибо большое. Что у вас на повестке дня сегодня? На повестке дня у нас важная ситуация. Лингвистическая экология Крыма. Мы сейчас рассматриваем проект Крымского федерального университета студенческий. Латиница на улицах города. Креатив или негатив. Я думаю, вы обращали внимание на засилие латинских надписей у нас. Каждое заведение там, ну вот классический пример, булка энд кофе. Да, есть такое. Так и что теперь с этим делать, Алексей? А вот сидим обсуждаем, что же теперь с этим делать, как почистить русский язык. Неужели теперь везде на табличках города будут красоваться наши привычные русские слова? Ну, очень хотелось бы этого добиться. Вот сейчас рассмотрим примеры, как этого добиваются в других регионах, в других городах. Может и у нас получится. Но еще есть вариант перейти на старославянский. Ну, это уже тоже крайности. Но определенный смысл в этом тоже есть. Что-то можно позаимствовать и оттуда. Да, тип титул, например. Очень сокращает письмо. Спасибо. Спасибо, но тема действительно очень интересная и нужно подчеркнуть важная. А мы сегодня обсуждаем тему, как ни странно, гололеда. Хотя, наверное... Странно, я добирался на работу, не заметил. Да, но мы тоже не заметили, когда ездили. Но, тем не менее, тема вечная, потому что каждый год зима приходит. Я думаю, что это актуально будет, по крайней мере, в следующий сезон похолодания. Ну, я думаю, что зима точку не поставит еще в этом сезоне. Да, еще недели две. И симптики прогнозируют похолодание, поэтому тема более чем актуальна. Тем более, что коммунальные службы, как мы выясним, к этому готовы. И это тоже хорошая новость. Спасибо, друзья. Друзья, мы вам желаем хорошего эфира и продолжаем свой. Мы продолжаем свой. И я бы хотел коснуться темы, которая лично меня очень порадовала. Дело все в том, что по инициативе Министерства культуры хотят провести вновь, вернуть традицию проведения русских сезонов, и в частности в Париже. Я напомню, что в начале 20 века это было одно из крупнейших мероприятий, которое восславило и придало всемирную славу русскому искусству. В частности, тогда в Париже блистали балеты Стравинского, Снежинский и прочие-прочие. Художники представляли подразделение «Мир искусства». И, в общем-то, действительно с тех пор русское искусство считается одним из наиболее сильных в мире. И это очень классно, наверное. Это очень классно. И наш сюжет тоже очень классный. И он, кстати, тоже об искусстве. Давайте посмотрим. По-настоящему испанские страсти на крымской сцене артисты Севастопольского театра имени Вадима Юлизарова привезли в Северополь премьеру. Спектакль будто создан для крымской сцены. Настолько органично смотрятся гиперболизированные чувства. Главные герои знакомы давно, но по стечению обстоятельств Леонардо уже женат. А его возлюбленная выходит замуж за другого. Здесь затронута вечная тема любовного треугольника. Он, она. Я думаю, у каждой женщины было в жизни что-то нечто подобное, да, кто переживал несчастную любовь. Даже во время репетиции энергетика на сцене поражает. Погоня, смерть, жизнь. Безудержная радость и бесконечный траур. Все сливается в едином потоке на языке танца. Гарсия Лорко писала свое произведение в 33-м, но каждому времени свои нравы. Современный девичник, по мнению артиста театра, выглядит именно так. В произведении испанского драматурга имя есть только у одного героя – Леонардо. Остальные довольствуются социальными статусами – жена, мать, невесты, жених. Я и полюбил эту роль, потому что это активность, это молодость, это желание любить, жить без предрассудков. Мне очень нравится она. Костюмы готовились несколько месяцев. Чтобы передать настоящую атмосферу Родины произведения, продумали каждую деталь. Кастаньеты для постановки заказывались в Испании. Теперь нужно только понять, как ими правильно пользоваться. Кастаньеты считаются полноценным музыкальным инструментом. И каждый удар по кастаньетам определяет свой ритм. И главным основным ритмом в нашей постановке считается «Рья-пи-та-пи-та». На сцене полным ходом идет подготовка, но мы пока заглянем в святую святых любого артиста, в гримёрку. Я по пьесе версии Лорка «Бедняк», который с главной героиней еще знаком с ее 16-летия. Это я вкратце сказал. Как все это происходит, вам надо прийти посмотреть. Невозможно оставить без внимания самых загадочных персонажей повествования. На протяжении всей истории они не спускают пристальный взгляд с главных героев. Луна и судьба, грубо говоря, в один момент начинают играть судьбами простых людей, сталкивают их. Судьба плетет свои сети, опутывает вот этой красной нитью. Это символ рока, от которого невозможно уйти. Аргентинская танго, испанские мелодии – чувства, для которых не нужны слова. Когда идешь на танцевальный спектакль, необходимо одно – воспринимать. Еще при жизни с Вадимом Альбертовичем я обсуждала возможность постановки этого спектакля. Ну и потом все сложилось так, что все-таки решили, что этому спектаклю быть. Он у нас, конечно, получился совсем другой. Он более динамичный, более близок к нашему времени. Это вторая постановка после ухода из жизни бессменного руководителя театра. Первый спектакль показали севастопольской публике. Дальше артисты отправятся на гастроли очаровывать другие города полуострова. Алиса Тарая, Андрей Псом, «Утро нового дня». Я была, кстати, на этом спектакле, он мне очень понравился. Но вот что касается русских сезонов, и Сергея Дягилева, мне хотелось бы еще добавить кое-что, что когда он ставил свой знаменитый балет «Жар птица» в Париже, то там был такой очень неординарный эпизод. И дело в том, что были задействованы настоящие живые лошади. Они выходили во время спектакля на сцену, но одна из них высказала себя больше критиком, чем актером, потому что оставила после себя дурно пахнущую визитную карточку. Я думаю, что все догадались, о чем идет речь. У меня тоже в жизни связан интересный эпизод как раз с этим балетом. Когда я сдавал в консерватории историю русской музыки, мне как раз попался Стравинский. А я еще со времен школы, мне так понравился этот балет, что я взял, ну, сделал для ребенка переложение увертюры, как сейчас, по-моему, юля-бемоль-минор тональность сложная, энгармоническая. И я взял и на экзамене сыграл кусок этой увертюры. Это привело просто в дикий восторг профессоров, и они меня, не спрашивая дальше, поставили «отлично». Можно мы тебя тоже поставим «отлично» за такую историю, за то, что ты проявил уже такие таланты в детстве? Ну, мы двигаемся дальше по нашему эфирному времени. У нас дальше хронограф, где мы расскажем вам о том, что произошло в этот день много лет назад. 140 лет назад получил искусственный подсластитель сахарин. Химик Константин Фальберг открыл его случайно. Он не имел привычки мыть руки. Ученый перекусывал после опытов, и его поразил вкус еды. Он был сладковатый. Фальберг сообразил, что, по-видимому, на ладонях остались химикаты. Позже он запатентовал этот сахарозаменитель. В этот день, в 1932 году, родилась актриса, законодательница стиля и красоты Элизабет Тейлор. Сниматься в кино начала еще в юности, но настоящий успех ей принесла роль в фильме «Клеопатра». За эту работу актриса получила огромный по тем меркам гонорар – миллион долларов. Практически все ее роли были удачными. Также прославилась и как парфюмер. Выходила замуж восемь раз. 27 февраля 1964 года спустили на воду первый в мире туристический подводный аппарат «Агюст Пекар». Его сконструировал Жан Пекар. Механизм он назвал в честь отца. Судно прекрасно прошло испытание. 700 погружений и 33 тысячи пассажиров. При этом ни одного несчастного случая. Через год «Агюст Пекар» продали, по официальным данным, за 100 тысяч долларов. 22 года назад мир узнал о клонированной овечке Долли. Раньше предпринимались попытки создать полноценные клоны других животных, но они были безуспешными. Меньше чем через год в 19 странах мира запретили создавать человеческие копии. Долли умерла через 7 неполных лет от болезни легких. За свою непродолжительную жизнь клонированная овечка принесла 6 ягнят. Сегодня в России отмечается День сил специальных операций. Это молодой праздник. Он был учрежден всего 4 года назад. При создании спецподразделения изучался опыт многих европейских стран. Этот день еще называют Днем вежливых людей. Выражение родилось весной 2014 года в Крыму. Военные в форме без опознавательных знаков вели себя очень учтиво. Об этих событиях даже был снят документальный фильм «Крым. Путь на родину». Интересные события сегодня произошли. Многие из них вошли в историю Крыма. Но я предлагаю поговорить о ценах на топливо. Да, Васяш, мы тебя с удовольствием выслушаем. Это очень важная информация. Кстати говоря, с топливом, как обычно, связана одна очень интересная история, которая немножко, может быть, опечалит крымчан и других россиян. Дело все в том, что с подорожанием топлива связано и повышение стоимости цены на билет авиатранспорта. Так, на некоторые рейсы цены поднимутся до 70%. В частности, они касаются рейсов Москва-Симферополь, Москва-Ростов-на-Дону. Вот такие вот южные направления, самые дорогие. Но давайте поговорим, собственно, о топливе. Газ на сегодня равняется 28 рублям 18 копейкам за 1 литр. Дизельное топливо 51 рубль 28 копеек. 92-й бензин 48 рублей и 17 копеек. 95-й 50 рублей 25 копеек. И самый дорогой традиционно 98-й бензин 56 рублей 58 копеек. Ну, я думаю, стоит перейти и к валютам, потому что они тоже тревожат умы россиян. Итак, доллар на сегодня равняется 65 рублям 61 копейке и евро 74 рублям 48 копейкам. И обе валюты выросли за последние сутки на 30 копеек. Вот такова статистика движения курс валют. Саша, ну, мне кажется, есть ответ, почему все-таки авиабилеты у нас дорожают, особенно в южное направление. Как ты сказал. Потому что у нас самые лучшие отели. По крайней мере, три точно. Они даже признаны лучшими в России. А, кстати, соревновались между 660 участниками. Представляешь, какая была конкуренция огромнейшая. Но, конечно же, стоит отметить, это не простые отели, а премиум-класса. И ночь там может стоить от 25 тысяч рублей. Так что не для каждого желающего, к сожалению. Хотя, я думаю, что для того, чтобы хорошо отдохнуть, не обязательно... Мне одна знакомая говорила, не важно где, важно с кем. Поэтому, я думаю, этим стоит руководствоваться. И когда вы решите куда-то пойти с кем-то, кто вам на душу ляжет, есть вариант посмотреть нашу афишу и узнать, куда же, собственно, можно выйти. Какие театральные подмостки, чем сегодня полнятся. Афиша прямо сейчас. Сегодня Крымский театр «Кукол» представит маленьким зрителям сказку «Красная шапочка» с необычным сюжетом и новыми персонажами. Зайка, смелый цыпленок и лесные эльфы на мыльных пузырях. Таких героев «Красная шапочка» еще не встречала. Вместе они перевоспитают волка. Зрителей ждет красочный музыкальный спектакль. Начало в 10.00 и в 11.30. Представление предназначено для детей старше трех лет. В Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького комедия «Выходили бабки замуж». Героини спектакля четыре подруги-пенсионерки. Несмотря на возраст, они полны оптимизма и надежды на лучшее. А тут еще и завидный жених появился с собственной избой. Правда, только один. Кому он достанется? Начало в 19.00. В кинопрокате сегодня фильм под названием «Громкая связь». Несколько друзей на выходных собираются в загородном доме. От скуки герои решают поиграть. На любые входящие звонки отвечать по громкой связи и читать вслух сообщения. Но они и представить себе не могли, сколько открытий сделают друг о друге. В главных ролях Александр Демидов, Ирина Горбачева, Леонид Барац, Камиль Ларин. Любителям исторических фильмов понравится кинолента «Тобол». Молодой офицер новой гвардии Петра Первого Иван Демарин по заданию царя отправляется в глубину Сибири, в пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в разговор местных князей. Его крепость окружена полщищами диких джунгар и помощи ждать неоткуда. Киносеансы вы можете выбрать сами. Ну вот, кстати, хотел бы еще продолжить тему, которая касается авиакомпаний. Несмотря, конечно же, на подорожание, удорожание цен, наши власти им всячески помогают. И вот авиакомпании запросили, чтобы вы субсидировали перевозки. И на что власти Крыма откликнулись? Власти Крыма, напомню, что определенные категории граждан, студенты, инвалиды, пенсионеры имеют, скажем так, льготы по перелетам в крупные города России. И для этого действительно выделяется серьезная сумма денег, чтобы субсидировать билеты для этих вот категорий граждан. Поэтому, если вы вдруг окажетесь студентом, не дай бог инвалидом, пенсионером, то вы можете претендовать на некоторую скидку в стоимости билета. Ну, а желающих посетить Крым действительно очень много. Около 7 миллионов человек было зафиксировано в прошлом году. Я думаю, что в этом году будет не меньше. Причем важно отметить, что это не только жители России, но все больше и больше интереса вызывает наш полуостров у иностранных граждан. В частности, жители Германии проявляют интерес наибольшее количество процентов из иностранных туристов. Это жители Германии. Ну и также китайцы, да, я видела лично. Китайцы вообще в последнее время стали, наверное, самой активной путешествующей нацией, потому что куда ни глянь, везде толпы небольших людей с темными волосами, глазами прищуренными и огромными-огромными фотоаппаратами. Ну да, действительно, они посещают, и мне кажется, это очень хорошо, что они добираются и до Крыма, и для себя открывают его красоты. Так что очень скоро, быть может, в Крыму появятся большие-большие надписи на китайском языке, которые придется учить. Да, ну а мы потихоньку приближаемся к нашей следующей рубрике, которая расскажет, как же экономить. Как она называется? Half-love, love-hack. Life-hack. Life-hack, конечно. Когда ты запомнишь это слово. Ну, по-русски можно сказать полезные советы. Меня этому слову не учили, в советские годы такого не было. Полезные советы, да? А, вот это другое дело. К полезным советам прямо сейчас. Вам нравится выбрасывать деньги на ветер? Мне кажется, ответ очевиден. Есть правила, благодаря которым можно значительно сократить ваши расходы. Откажитесь от брендированных товаров. Это касается продуктов, вещей и даже лекарств. Помните, можно всегда найти аналог, который будет стоить дешевле, а эффект тот же. Используйте банковские карты как можно реже. Многочисленные исследования показывают, что расставаться с виртуальными цифрами гораздо проще, нежели с реальными бумажками. Обязательно составляйте список покупок. Например, если вы забудете купить хлеб или кефир, вам придется вернуться в магазин. И вы непременно купите еще что-нибудь. Многие магазины предлагают схему. Один плюс один равно три. То есть покупаете две вещи, третья в подарок. Не стоит приобретать дополнительные штаны для того, чтобы получить желанную скидку. Возможно, возле вас ходит такой же покупатель, состыковавшись, с которым вы можете получить тот самый бонус. Алкоголь, курение, фастфуд. Увлечения не только не дешевые, но еще и вредные. Поэтому от них отказываемся. И спасибо вам скажет не только кошелек, но и организм. Пользуйтесь дисконтными и скидочными картами. И помните, что у вас есть, например, скидка на мебель, а у друга на бытовую технику. Поменяйтесь на время, и все останутся в плюсе. Оптимизируйте расходы на связь интернет. Многие подключают услуги, которые им совершенно не нужны, и даже не подозревают, сколько это стоит. Поэтому внимательно следите за балансом на вашем телефоне. По возможности откажитесь от личного авто. Альтернатива? Общественный транспорт. Или же ходите пешком. Ну а что? Чистый воздух, ваше здоровье. Не стоит зацикливаться на том, чтобы экономить, экономить, экономить. Не отказывайтесь от вещей, которые приносят вам удовольствие. Ведь хорошее настроение – один из важных элементов счастья. Как верно подмечено. Точно. Я как раз хотел сказать, что еще одна важная часть счастья – это вода. Потому что известно еще со сталинских времен, что без воды и не туды, и не сюды. Так вот, одно из главных событий, пожалуй, этой недели – конференция на главы республики Сергея Аксенова. И на ней глава республики сказал, что очень во многих сферах, в частности водоснабжения, проблемы потихонечку исчерпываются. Так, в частности, очень многое было сделано. Например, в регионе организовали переброску воды из Тайганского в Белогорское водохранилище. Это обеспечит водой более 200 тысяч жителей. Пробурено 30 скважин. 43 были скважины отремонтированы. И около 50 тысяч жителей получат воду. И это, по-моему, очень хорошая новость, потому что вода для Крыма – это наше все. Ну, да, действительно, наши коллеги до этого рассказывали о качестве воды. И, к счастью, мы уже можем говорить, понимать вернее именно эту проблему, потому что раньше проблема была другая, где эту воду взять и найти. Но сейчас, я думаю, и с ней нет проблем, потому что обильные осадки пополняют и водохранилища. Но также обильные осадки создают и другие проблемы. На дорогах, как известно, образуется гололед. Да, и это наша следующая тема. У нас, кстати, уже есть гость, и мы готовы обсудить вместе с ним, как же борются наши учреждения, организации с этой проблемой. У нас в студии Николай Михайлович Коновалов, директор муниципального бюджетного учреждения «Город». Здравствуйте. 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 Ну, наверное, все-таки пока небольшое потепление сказалось и снега тают. Но, тем не менее, действительно ли коммунальные службы так активно готовы к погоде? Да, да, мы готовы. Сегодня не оправдался прогноз, но вчера был по прогнозам снег, и целый день сегодня снег. Но пока плюсовая температура. То есть, мы все равно были готовы, дежурство было организовано. То есть, на выходе стояло 8 машин с реагентом, то есть, для обработки улиц. А 8 машин – это много или мало? Это мало. Это мало. Для города нужны где-то по таким подсчетам 15-18 машин. В два раза больше? Ну, да, где-то так, да. И как же вы справляетесь с таким большим количеством? Ну, справляемся просто дольше. Обработка идет, то есть, длиннее маршруты. Они разработаны у нас, и каждая машина идет по маршруту. То есть, он обрабатывает те улицы, которые в маршруте. Ну, естественно, они длиннее. И, тем больше машина, они короче, тем оперативнее и быстрее будет обработка. А есть в перспективе возможность приобрести еще столько же машин? Ну, наверное, наверное, есть. Наверное, будут решаться какие-то вопросы. Это уже с администрацией, с Советом Министров. Николай Михайлович, а машины какие именно? Это, которые занимаются посыпкой или именно убирают снег? Ну, это машина универсальная. Универсальная, на это идут. Коммунальная дорожная машина, КДМ, которая работает зимой, посыпка. У нее стоит этот и впереди отвал, то есть тот, который чистит снег сам. И она же потом же и летом, она работает в летнем содержании, то есть она поливомоечная машина. И поливать может. Да. Ну, вот, кстати, в Москве я обратила внимание, что там и тротуары тоже очищают от снега. У нас пока что это не наблюдается, но хотя бы посыпают. Ну, мы посыпаем тротуары, конечно, это нехватка рабочих рук, естественно, но мы стараемся все-таки остановочные пункты посыпать. Создаем сейчас бригады мобильные, которые будут с реагентом ездить, и хотя бы остановочные пункты, и подходы к ним. Ну, также и подходы к школам и так далее. Это все необходимо в первую очередь посыпать. Ну, пока... А сколько человек требуется для такой серьезной и трудной работы? Ну, у нас на сегодняшний день 160 дворников, те, кто как раз занимается этим, каждый на своем участке. Ну, надо, конечно, намного больше по нормативам. Это лучше не говорить, такую цикл, она такая очень огромная. Ну, сегодня нам добавили еще 96 дворников, то есть штатное расписание добавили. Откуда их взяли? Нет, их не взяли, это мы взяли только штатное расписание. А теперь мы будем набирать. Люди с охотой идут на эту работу? Или тяжело набрать? Тяжело, тяжело. Вот 160 человек, это, скажем так, пределы города, дальше очень тяжело и трудно дальше набирать. Ну, пытаемся. А позвольте вопрос. Вот есть очень неоднозначная оценка среди экологов в качестве использования именно сольвого реагента. Что вы об этом скажете? Ну, я вам скажу, что этот реагент Бионорт мы закупаем на заводе в Перми. То есть у него есть сертификаты качества, сертификаты о том, что он не вреден для окружающей среды. То есть все это есть. И так же, как люди интересуются обувь, то есть на обувь никакого воздействия не оказывают. А какая его составляющая основная? Это именно соль? Да. Ну, там много. Там есть и антикоррозийные, то есть для машины оно не страшно, то есть не будет коррозии машины. А вот особенно меня часто заботит состояние потом животных, которые бегают голыми лапами по этим реагентам. И я знаю, что это тоже такая серьезная проблема, которая понимает. Нет, ну это же не тот реагент, не химия сплошная. Натуральные эти, если, ну там, он разных видов бывает, но вот у нас, который натрий хлорид и все, это соль. Скажите, а вот я знаю, что в Европе стали использовать мелкую гранитную крошку, которая не вступает ни в чем реакцию и более того, пригодна к повторному применению. То есть ее собирают обратно, промывают и вновь используют. Нет таких планов на грядущее? Ну, у нас нет пока таких планов, где ее взять, эту крошку еще мелкую такую, ну, пока нет. И потом ее собрать чем-то ж надо. У нас нужно еще дороги привести в порядок. Это очень много работы, которая требует 24 часа в день работать и 7 дней в неделю. Да и зимы у нас, наверное, не такие страшные. Да, у нас не такие страшные зимы, честно говоря. Но последние вот дни февраля, то есть пятница, суббота, воскресенье дали, конечно. Жару, поддали жару немножко. Да, очень много работы было, работали в усыденном режиме, то есть курсуточное дежурство было. Машины работали в две смены, то есть без остановок. Скажите, пожалуйста, а вот скоро лето. Я знаю, что в многих регионах России улицы моют с мылом. Нет в планах такого мероприятия? Кстати, да, в планах у нас есть. У нас в прошлом году просто не было, практически не было две машины полеомоечные были. В этом году у нас их будет уже пять. Поэтому у нас закуплен уже специальный шампунь для мытья асфальта. И мы будем мыть город. То есть это именно центральные улицы? Ну, будем стараться. У нас желание есть весь город мыть. Но пока по возможности, конечно, в основном будем в первую очередь центральные улицы мыть, чтобы там было чисто, без пыли. Николай Михайлович, к сожалению, время беседы подходит к концу. Мы с Альей очень искренне хотим, чтобы все у вас получилось задуманное, чтобы город наш блестел и был просто красивый, нарядный, как пряник. Большое вам спасибо. А я напоминаю, что у нас в гостях директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Николай Михайлович Коновалов. Большое вам спасибо за ваш рассказ. Мы двигаемся дальше по эфирным волнам. И следующий наш сюжет называется «Крым онлайн», где мы рассказываем о том, о чем говорят крымчане в социальных сетях. Благими намерениями выслана дорога в ад. Не только обладатели легкового транспорта пренебрегают правилами дорожной безопасности. Водитель маршрутного такси подбирает пассажира прямо за крутым поворотом шоссе. Подобная добродетельность чревата серьезными последствиями. Резко повернувший автомобиль неминуемо столкнется с автобусом. Нерадивый водитель, припарковавшись, перекрыл доступ к мусорному контейнеру, за что получил порцию бытовых отходов в лобовое стекло. Быть может, такие методы поспособствуют в культуре правильной парковки личного транспорта. Жители Феодосии зафиксировали на видео столб черного дыма, неизвестного происхождения. Официальной информации об источнике возгорания пока нет. На территории Ливадийского дворца под аккомпанемент классической музыки прошли учения пожарных служб. Условное возгорание случилось на крыше здания. Огнеборцам удалось оперативно локализовать источник пламени. Умелая работа спасателей собрала массу зрителей, которые с удовольствием фотографировали ловких пожарных. Минута доброты. Старушка не решается перейти дорогу, чем останавливает трафик. Приятно, что среди водителей и пассажиров нашелся неравнодушный человек, который помог пенсионерке перейти оживленную улицу. Будьте добрее друг к другу. Ну и еще одна минута доброты. Она касается тоже животных. Как стало известно, аэропорт Домодедово построит у себя или откроет у себя такую зону, где пассажиры перед полетом смогут поиграть, пообниматься с животными, а именно с собаками, которых зовут Физи, Клёпа, Луша и Нами. Хаски, хаска, хаска, хочу сказать, хаски. Там разные породы, и бигали, и дворняжки есть, и, конечно же, хаски есть. Хаски самые красивые собаки на свете, но, правда, немножко глупые, мне кажется. Ну, конечно, все зависит от хозяина. Если он занимается воспитанием, то собака может проявить свои умственные способности. Но вот что касается этой новости, я думаю, что это вообще очень хорошая инициатива. Она особенно поможет тем людям, которые боятся перелетов. И она как-то вот поднимет им настроение, успокоит, что самое важное, именно с этой целью и создаёт такую зону. Может быть, и у нас появится. Когда-нибудь. Это называется зоотерапия. Но каждый эту зоотерапию может проводить на дому, заведя себе такую же прекрасную, ласковую, добрую собаку. Как раз следующий наш сюжет посвящён этому. Давайте посмотрим. Чуткая, уникальная Джули ищет дом. Послушная, умная, способная в дрессировке. Возьмите, никогда не пожалеете. С ней приятно общаться. Она любит людей. Звоните. Плюс семь девять семь восемь 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 сот шестьдесят три одиннадцать ноль три. Мы сегодня много говорим о дорогах, о состоянии атмосферы вокруг нашего солнечного полуострова. Я предлагаю... Ты понимаешь, к чему я планирую? Я понимаю. Конечно же, наш корреспондент Никита Крылов, он тоже находится на улицах города и сейчас расскажет о состоянии погоды. Он на себе лично это испытал, холодно или тепло. Я думаю, сейчас он как раз таки об этом и поведает. Никита, здравствуйте. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Сегодня у нас 27 февраля. Температура воздуха. Ну, начну с того, что сегодня обещают плюс один, минус два и обещают снег. Но вот вы посмотрите, у меня на голове уже немного скопилось. Это означает, что действительно такой настоящий снегопад начался прям вот минут пять назад, наверное, максимум. До этого даже какой-то дождик был. Так что я думаю, понижение температуры будет ближе к вечеру, еще сильнее, еще будет морознее. И вот я нахожусь сейчас в районе лестницы любви. И за мной вы должны наблюдать панораму города. Должна быть красота, видимость на нескольких километров. Но туман, друзья, не позволяет это сделать, поэтому для вас это с сюрпризом не будет. Выходите, туман, снег вас ожидает. Ну, я думаю, вот как же с этим справиться? Как с этим справиться? Наверное, подходите к зеркалу, улыбнитесь. После этого быстренько-быстренько на работу, перебежкой. Снова-таки на работе к зеркалу подошли, улыбнулись. И день у вас пройдет замечательно. Сегодня вообще хороший день. Сегодня день Кирилла Веснаукащика. И расскажу традиционно, какие же приметы, что нам сулят. Итак, если за окном хорошая погода, как вы видите, сегодня у нас нет такой, то грядет небольшое похолодание. Ну, надеюсь, похолодания, собственно, у нас и не будет. Крепкий мороз к знойному лету. Ну, я думаю, минус два для Крыма. Крепкий мороз, да, хороший, хороший. Поэтому знойное лето, я думаю, у нас будет. Солнечный день к теплому лету, но морозы продержатся еще долго. Солнца нет, морозов, значит, у нас тоже не будет. И вот какая погода на Кирилла, такая будет и в августе. Ну, надеюсь, что в августе все-таки снега у нас тоже не случится. И еще вот одна интересная примета. Синицы щебечут громко к потеплению. Вот я сейчас прям слышу пение птиц, каких мне неизвестно. Но возможно, а точнее я надеюсь, что это именно синицы и совсем скоро потепление у нас случится. Но я знаю одно, что примерно через полчаса случится следующее мое включение. Оно будет, обещаю, интересным, что именно вы увидите, узнаете примерно через полчаса. Студия, вам слово передаю. Спасибо большое. Заинтриговал, Нихита. Как всегда, он готовит такие вот какие-то секреты. А мне вот вспомнился романс «Утро туманное, утро седое». Красиво. Я был удивлен, что, оказывается, Иван Тургеньев писал стихи. Эти стихи, кстати, именно его. Да. Ну, а, кстати, что касается пения, хотел бы отметить, что, кажется, Украина не сможет его услышать, когда начнется Евровидение. Что я имею в виду? Дело в том, что сейчас там выбирают исполнителя. Но, конечно же, на этом фоне разгорелся скандал. Финалистка, которая была выбрана, это певица Маруф, ее отстранили все-таки от участия конкурса. То есть она на Евровидение не поедет, так как, оказывается, выступала в России. Вот такой вот грех ей приписывают. Ну, а другая участница, вернее, другая группа Freedom Jazz, которая заняла второе место, они сами отказались, аргументировав тем, что у них гастроли, и они им некогда выступать на Евровидении. В общем, вот такие скандалы разгораются на фоне этого песенного конкурса. Придется послать хоры имени Веревки, наверное, на Евровидение. Ой, там уже столько вариантов. Или мандрыму Человичу Капеллу. Вариантов? Но, кажется, посылать уже просто некого туда. Главный украинский хор называется «Думка». Державно, ну, неважно. В общем, может быть, его пошлют тогда. Может быть. Но дело в том, что это чревато тем, что никто не поедет, и смотреть Евровидение придется только украинцам по интернету, потому что поехать на территорию Израиля будет просто некому. А мы знаем, что в этом году песенный конкурс проходит именно там, в Израиле. Я не знаю, я ненавижу музыку с детства, поэтому не в курсе музыкальных событий, но всегда стараюсь быть в курсе последних интернет-новостей, и, как, собственно, и все наши корреспонденты. И мы подготовили для вас, дорогие друзья, целую подборку самых актуальных, интересных и свежих интернет-событий. Крым интересные новости интернета прямо сейчас. Десятилетний мальчик из Китая накопил денег на бриллиантовое кольцо для мамы. Покупка подарка и попало на видео. Малыш собрал 8 и 8 тысяч юаней, это около 89 тысяч рублей. Герой очень не хотел, чтобы его мама чем-то уступала другим родителям. Расстроганная женщина пошла на хитрость и попросила сына скопить денег на более дорогое кольцо, таким образом отложив их на его будущее. А лисички взяли спички. Приятель знаменитого рэпера решил подшутить и начал стрелять в него фейерверком во время прямой трансляции. Автор ролика, что и силы ворачивался от снарядов хулигана, но в итоге горящий салют поджег сухой газон. Веселился в одиночку, а тушить пришлось всем вместе. Родился в жилетке. Сотрудник ИБДД чудом увернулся от прицепа грузовика. Автомобиль на большой скорости занесло на замерзшей дороге. Героя выручила ловкость. В последнюю минуту он отпрыгнул в сторону. К счастью, в аварии никто не пострадал, только автомобили придется сдать в ремонт. Будьте внимательнее на дороге. Хозяин Медной горы. Таким образом, свой же личный вопрос решил американский студент. Грант всю жизнь мечтал о личном жилье, но денег никогда не хватало. На недвижимость в городе так точно. А вот на гору в пригороде – возможно. Осталось одолжить у отца шахтера пару ящиков динамита. А затем провести свет, воду, интернет. Теперь у парня нет отбоя от квартирантов. С собой из города он забрал собаку и двух кошек, а также купил бычка. Уют можно создать даже среди голых скал. Вдохновляющее видео. Мусорщик во время работы нашел детский батут. Искушение попрыгать оказалось настолько сильным, что герой ролика не удержался. Он до последнего не хотел отправлять игрушку в последний путь, испытав ее на прочность несколько раз подряд. Очень важно не забывать, что все мы родом из детства. Места старшим нужно уступать. Такое правило этики актуально не только среди людей. Пес-отец, недовольный тем, что почетное место у спящего хозяина занял щенок, вежливо свалил малыша на пол. Как ни крути, осторожить сон человека – дело требующее опыта. После стольких лет эволюции. В сети разлетелось видео сравнение того, как дорогу переходят животные и человек. Утки терпеливо ожидают зеленый сигнал светофора, а затем не спеша идут по переходу. Так же поступают и коты. И только человек, занятый своими мыслями, идет на пролом. Есть чему поучиться у братьев наших меньших. Да, это точно, есть чему поучиться. Но вот особенно мне понравилась эта подборка, где и животные себя проявили, собаки, да, которые заставили уступить место старшему. Все те же хаски. И люди, взрослый мужчина, который прыгал на батуте. Как сказал Артем Андроновский, все мы родом из детства. И Артем, как известно, никогда не врет, потому что знает и зарит в корень истины. Но я предлагаю посмотреть, что же творится сейчас на нашем солнечном полуострове, который на данный момент не такой уж и солнечный. Итак, площадь имени Ленина в Симферополе. Повторюсь, утро туманное, утро седое. И второй романс тоже вспоминается сразу. Танеева в дымке-невидимке. Вот как раз... Дымка-невидимка, но действительно так и есть, по сути. Площадь серых, как все-таки очень серых все это смотрится. Когда уже настанет теплая весна? С нетерпением мы этого ждем. Но предлагаю двинуться дальше по нашим веб-камерам и обратиться, например, в более... Ну вот, как я и говорил. А вот ялтинцам повезло, у них нет тумана и даже небо, кажется, голубое, как будто бы... Сейчас я попробую... Почему-то оно не хочет увеличиваться. Но я сейчас это сделаю. Ну вот, приблизительно так. Да, но вот все равно можно, конечно же, увидеть, посмотреть. Если кто-то хочет в этом убедиться, сами могут зайти в интернет и там найти веб-камеры наших городов. В Ялте не то чтобы солнечно, конечно, но, по-моему, более светло и как-то жизнерадостно. Нет тумана и небо не заволоклетучее, как у нас. И как писал Бороцкий, ихтиозавры грязные на рейде. Посмотри, вон там в море плывут. Нет, я думаю, что ялтинцы еще могут сегодня увидеть солнце. Может быть, им повезет. Думаю, так и будет. Давайте дальше двинемся. Вернемся. Ты знаешь, Саш, я думаю, что в скором времени веб-камеры будут установлены и на еще один наш объект, который называется Соборная мечеть Симферополя. Она еще только строится, но это будет очень красивый объект. И, конечно же, на него, думаю, можно будет посмотреть через веб-камеру. Этим будут пользоваться многие туристы, по крайней мере. Я лично планирую посетить мечеть, потому что я в большом восторге от вообще восточной архитектуры арабской. Но вот это место ты теперь не узнаешь точно. Да, здесь еле как видно очертания, вот, круга. Можно спутать либо с площадью Советской, либо с центральным рынком. Но я знаю, что это грязь. Да, это одна из немногих хорошо работающих видеокамер в Симферополе, веб-камер, которые показывают реальное положение дела. Туман. И вот что меня больше всего удивляет, это то, насколько все-таки климат отличается. В центре города и даже на окраинах Симферополя, помимо того, что, вот видите, на окраинах такой молочно-белый туман, в центре более-менее, ну, с прояснением, так и температура отличается разительно. То есть если в центре всегда на 2-3 градуса, а то и 5 градусов теплее, настолько инфраструктура согревает. И это касается, наверное, в первую очередь Крыма, потому что крымский климат, он парадоксален в некотором смысле. Саша, ну, мне кажется, ты зря об этом рассказал. Сейчас все захотят переехать в центр или, по крайней мере, будут завидовать тем, кто там живет, потому что им теплее. Пускай не завидуют, а пускай лучше посмотрят прогноз погоды, который прямо сейчас мы и покажем. Пускай не завидуют, а пускай лучше посмотрят. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Я бы еще хотела вернуться мысленно к нашему городу и рассказать, что касается мечети. Не успела договориться, что там уже практически завершены все работы, особенно фасадные, благоустройство основной территории, выполнены на 70%. То есть остается практически завершить черновые работы по внутренней отделке. Там уже готов фонтан, его осталось только подключить к воде. И там остается также покрасить некоторые участки. Ну и вообще вот декор, дизайн продумать внутри, каким он будет, потому что, конечно же, он должен быть очень ярким, очень красивым. Ну и соответствовать тематике. Повторюсь, я тоже дополню от себя, что с нетерпением жду открытия мечети. В каком-то смысле архитекторы решили сделать некое здание, похожее на знаменитую голубую мечеть в Стамбуле. Она архитектурно очень схожа. Я бывал в этом здании, и, конечно, это одно из самых ярких впечатлений от города Золотого Рога, так называемого. Место очень красивое. Я думаю, что наша мечеть будет нисколько не хуже. Очень долго ведутся дискуссии относительно росписи внутри мечети. Так, в частности, мы знаем, что в мусульманской архитектуре запрещены изображения людей и животных. Используются в основном цветочные флористические орнаменты. Так, в частности, был выбран символом этой мечети тюльпан, который особенное значение имеет, ну скажем, у нашего региона Средиземноморского. Потому что это местное растение, и оно имеет большое значение именно в орнаменталистике арабской, вот именно, Турция и Крым. Я с нетерпением жду посмотреть на эту красоту. Я думаю, что мы уже очень скоро увидим эту красоту, сможем ею насладиться. Но вот что я хотела бы еще добавить, касаемо архитектуры, то, конечно же, хотелось бы, чтобы наши города были выполнены в одном стиле, в одном ансамбле. Вот, например, как Греция. Их стиль уже узнаваемый. Или Италия, или еще какие-то европейские страны. А у нас пока что строят в разнобой, но даже за эту проблему уже взялись серьезно. Это называется градостроительный регламент, и я думаю, что в ближайшее время он будет создан и включен в обязательное исполнение. Но я предлагаю все-таки перейти к следующему сюжету, где мы рассказываем, что же можно интересно увидеть, как казалось бы, в самом центре Симферополя. А оказывается, есть что. Артем Андроновский расскажет. Чтобы открыть для себя что-то интересное, совсем не обязательно выезжать за город. Порой привычные места могут открыться для вас по-новому, стоит лишь взглянуть внимательно. Специально для этого мы и приехали в самый центр города Симферополь. Окутанные будничной пылью повседневности, вековые здания хранят в памяти события, случаи и историю родного города. Старые фасады, хоть и уступают новостроенным количествам, все же держат позицию, обращая на себя внимание прохожих. Как и для большинства жителей столицы, наше маленькое путешествие по центру начинается с улицы Горького. Одним из первых нас встречает старый, но все еще прочный монолит Симферопольского военного госпиталя. Гигант стоит здесь с 1801 года. Тогда на его территории была открыта первая на полуострове гражданская больница. Уже в 1821 году здание стало самым крупным медицинским центром во всем Крыму. Госпиталь назван в честь Святого Луки. Симферопольский архиепископ спасал жизни в этом здании с 1946 по 1947 год. На протяжении всей своей истории тут принимали раненых участников Крымской и двух мировых войн. Движемся дальше вдоль припаркованных автомобилей. Уже сейчас заметно, каким причудливым образом настоящее переплетается с прошлым. Среди вековых конструкций вырастают новые – броски. Шум стройки слышен и сейчас, он доносится из-за музыкальной школы. Некогда заброшенное здание дома дворянского собрания сейчас на капитальном ремонте. И правильно, раньше тут вовсю кипела жизнь. Решение его строительства было принято в начале 19 века. Местная аристократия нуждалась в помещении, где они бы собирались на ассамблеи и занимались прочими важными делами. Уже в 1826 году здание было достроено. Внутри нашлось место для библиотеки и бильярдного стола. В годы Крымской войны помещение использовалось как госпиталь. Уже в 1920 году на его территории открыли библиотеку. Такой статус и закрепился за зданием вплоть до 2011 года. После переезда библиотеки его забросили. Оригинальное здание русского драматического театра имени Максима Горького до наших дней не сохранилось. В 1979 году было принято решение о его сносе. В том же году началась реставрация, которая длилась 16 лет. Театр основал московский купец Волков, который переехал в Симферополь по рекомендации врачей. Он был большим театралом и арендовал сарай при дворе дворянского собрания, в котором приезжие ставили своих лошадей. И только в 1911 году здание театра приобрело современный вид. Внешний фасад нынешнего кинотеатра напоминает букву «П». Все благодаря арке 1915 года. Но история здания началась немного раньше, в 1904 году. С тех пор, чего тут только не было. Изначально в глубине двора был открыт первый в Симферополе иллюзион Баян. В нем крутили синематограф. Один из самых интересных архитектурных памятников столицы. Построенное в 1913 году по проекту архитектора Краснова, здание банка выполнено в эклектическом стиле. Украшено оно четырьмя дорическими колоннами. По проекту здание было отодвинуто вглубь от линии застройки. Дом банка, общество взаимного кредита, в народе получил название «Золотой телец». Внешний вид должен был олицетворять надежность и достаток учреждения, а потому спроектированное в стиле позднего модерна здание приобрело элементы архитектуры Ренессанса и античности. Так и родилась его эклектика. Следующее здание расположилось прямо возле центрального универмага. Кстати, о нем тоже есть что рассказать. Здание выступило заменой построенному в начале 50-х универмагу «Мир». Он был возведен в место разрушенной на тот момент швейной фабрики. В 1964-м двухэтажный торговый центр занял его место. Он был построен на месте знаменитого пассажа «Анжела», одного из самых первых торговых домов Симферополя. Некоторые считают, что часть строения была сохранена и встроена в фундамент сумма. Так и вышло, что торговая история города имеет свое генеалогическое древо. Самая старая симферопольская пиццерия – дом с драконами. Как только дом купца Чарахова не называли. А ведь здание уже больше ста лет, и оно стоит практически неизменным. Купец первой гильдии Крыма построил это здание в начале 20-го века. На первом этаже располагалась биржа, на втором – одноименная гостиница. Дом построен в русско-византийском стиле с мавританскими элементами. Фасад украшен барельефами с десятью драконами, что и дало зданию такое прищудливое название. Сбоку расположена ажурная веранда с чугунными перекрытиями. Исторический памятник сохранился почти нетронутым. Вот и закончилось удивительное путешествие по центру города. Там дальше вместе с храмами начинается так называемый старый центр. Туда мы обязательно сходим, но как-нибудь в другой раз. А на сегодня все. Еще раз доброе утро, друзья. До весны остается всего один день, поэтому мы предлагаем вам стряхнуть себя все проблемы и печали, настроиться на теплое, хорошее настроение. В этом вам поможем мы. Мы – Александр Ткачев и Салия Салямова. Мы работаем в прямом эфире сразу на двух телеканалах. Первый – Крымский и Крым-24. И мы призваны сюда, чтобы нести вам хорошее настроение и добрые новости. Добрые новости, Саш, ты совершенно прав. В этом плане я готова прямо сейчас рассказать о самых хороших и добрых новостях. Ведь Крым не стоит на месте, он развивается. И тому подтверждение наши следующие материалы. Экономика, здравоохранение, образование и социальная сфера Сергей Аксенов на сессии Государственного совета подвел итоги первой российской пятилетки Крыма. В цифрах и реальных достижениях он за час изложил жизни республики, подчеркнул успехи, напомнил о недостатках и сформировал задачи на будущее молодого субъекта страны. О главных тезисах в отчете – материал Артема Артеменко. Пять лет – небольшой по историческим меркам срок, который вместил в себя целую эпоху. С этих слов глава Крыма начинает подводить итоги. Аксенов подчеркивает, главный результат работы правительства республики – это не отчеты и не экономические показатели. Люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему и не когда-нибудь, а уже в ближайшее время. Это ключевой тезис послания нашего президента Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию. Сегодня мы смело можем сказать крымчанам и всему миру, что за пять лет в российском Крыму созданы прочные основы для решения задач, поставленных президентом для поступательного движения вперед. Наша республика прошла огромный путь от упадка и деградации к возрождению и развитию. Не все у нас получается так, как хотелось бы. Есть и ошибки, есть и неудачи, есть много нерешенных пока проблем. Одна из главных задач связана с преодолением бедности. К сожалению, здесь нам пока не удалось переломить в корне ситуацию. Пять лет назад жизнь на полуострове разделилась на «до» и «после». Результаты видны не только за рубежом, но и из космоса. Завершается строительство Крымского моста. В мае прошлого года президент запустил по нему автомобильное движение. Идут работы на трассе Таврида. Открыт новый современный терминал международного аэропорта «Симферополь», который получил имя великого художника Ивана Айвазовского. Как страшный сон забыт блэк-аут, построен энергомост и электростанции, которые полностью обеспечивают дома крымчан электричеством. Водоснабжение стало стабильным. Завершена интеграция в экономическое, правовое, социальное и гуманитарное пространство России. Нам предстояло выстроить на месте нищей и разваленной хаты экономики украинского периода новое современное российское здание. Последние два года стали проявляться материальные результаты проделанной работы. Позитивный эффект от реализации ряда проектов отсрочен во времени. И наши сограждане, к сожалению, не могут его ощутить здесь и сейчас. Тем не менее, масштабы положительных изменений, которые произошли в Крыму за пять лет, таковы, что эти годы можно без привлечения назвать пятилеткой побед. Наши успехи вынуждены признать даже враги. Крым стал одним из самых популярных туристических направлений в России. В прошлом году был побит рекорд постсоветского периода. Почти 7 миллионов человек отдохнули и оздоровились на полуострове. Обновляется социальная инфраструктура. Строятся детские сады. 21 тысяча мест за пять лет. Впервые за многие годы введены в эксплуатацию дошкольные учреждения, построенные с нуля. Немыслимые достижения для украинского периода. Но это лишь стартовая позиция для Крыма. Окончательным результатом станет полная ликвидация очередности. Также строятся школы и медицинские центры. За пять лет финансирование отрасли увеличилось в 1,7 раза даже без учета средств фонда обязательного медицинского страхования. Медицинские учреждения республики получили тысячи единиц современного оборудования. Во многих проведены капитальные ремонты. Строящийся в Симферополе 12-этажный многопрофильный медицинский центр будет одним из самых современных в Российской Федерации. Работы по этому объекту завершатся в этом году. В то же время в здравоохранении, как и во многих других отраслях, мы стартовали с очень низких позиций. И даже огромных по украинским меркам средств, которые выделяются на развитие крымской медицины, сегодня недостаточно, чтобы привести все наши больницы и поликлиники к федеральным стандартам. На сегодняшний день им соответствует сегодня менее 60% учреждений здравоохранения. Экономические показатели республики стремятся вверх. По итогам прошлого года прирост валового регионального продукта составил 10%. С 2015 года показатель увеличился в полтора раза. Собственные доходы бюджета Крыма увеличились в сравнении с украинскими временами почти в 2,5 раза. Рост доходов крымской казны позволил в разы увеличить финансирование всех отраслей. Например, расходы на развитие социальной сферы выросли более чем в 2,5 раза. Финансирование образования увеличилось почти в 3 раза. Культуры в 3,5, спорта в 4 раза. Поддержка некоторых отраслей увеличилась по сравнению с украинскими временами даже не в разы, а в десятки раз. Например, объемы финансирования экономики и мероприятия по охране окружающей среды выросли почти в 23 раза по сравнению с 2013 годом. Больше всего средств по итогам прошлого года выделено на развитие экономики – около 82 миллиардов рублей. Аксенов называет результаты позитивных изменений, происходящих в Крыму зеркалом жизни в регионе. До 2022 года республика должна достичь среднероссийских показателей социально-экономического развития. Утверждено 44 региональных проекта, которые охватывают практически все сферы – от создания комфортной городской среды и экологии до поддержки бизнеса и цифровых технологий. На реализацию проектов планируется потратить 78 миллиардов рублей до 2024 года. Еще один важнейший документ, определяющий нашу работу – это стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года. Главными целями стратегии являются создание инновационной и инвестиционно-привлекательной экономики, повышение уровня жизни крымчан. Выполняются оригинальные отраслевые программы, которые охватывают практически все сферы. У правительства Республики есть четкий план действий по всем направлениям. Мы знаем, что и как делать. Успехи российского Крыма должны проявиться в жизни каждой семьи и каждого человека. Об этом Сергей Аксенов неоднократно говорит в своем отчете с трибуны парламента. Есть и проблемы, которые не дают это сделать прямо сейчас. Очереди в детские сады, состояние больниц, периодически необоснованные рост цен на продукты, нехватка кадров. Это далеко не весь список недостатков, но они не сопоставимы с достигнутыми результатами. Не все достижения нашей российской пятилетки можно посчитать, измерить и потрогать руками. Но они как фундамент дома. Его не видно, но без него любая постройка превращается в замок на песке. Мы строим наш крымский дом на прочном фундаменте мира, свободы и общественного согласия. Россия защитила Крым от войны и большой крови, от дикой украинизации и надежно обеспечила безопасность и права жителей полуострова. Пять российских лет стали для нашего региона пятилеткой межнационального и межконфессионального согласия. Главной движущей силой нашего развития является энергия Крымской весны, энергия патриотизма, которая изменила не только Крым, но и всю Россию. Глава республики дает понять коллегам, доверие крымчан нельзя потерять. Главным арбитром работы власти являются люди, которые будут спрашивать за результат. Санкции только стимулируют развитие и преобразование. Успехи российского Крыма – это презентация возможностей русского мира. Как интеграционного проекта глава республики считает, это лучшим ответом нашим врагам. Артем Артеменко, Алексей Романов, Новости 24. Обыкновенное чудо. В 2019-м на полуострове проведут 700 процедур экстракорпорального оплодотворения в рамках бесплатного медицинского страхования. На это выделили 75 миллионов рублей. Наш корреспондент Мария Красновицкая побывала там, где в лабораторных условиях зарождается человеческая жизнь. И пообщалась с теми, кто через это прошел. Крымчанка Татьяна Лисовская попросила изменить ее имя и не называть место жительства. Рассказывает глубоко личное, не хочет огласки. О ребенке супруга мечтали 10 лет. Женщина перенесла две неудачные беременности, после чего ей диагностировали бесплодие. На экстракорпоральное оплодотворение впервые решилось в 2013 году. Затем были еще две попытки. У нас получилось чуть больше эмбрионов, чем необходимо. Они были подвержены криоконсервации и потом уже мне подсажены. Но, к сожалению, вот эти три попытки, они не увенчались успехом. И в конце 2016 года такая возможность за счет бюджетных средств получить желанную беременность получилась у нас в Крыму. И спасибо нашей медицине, спасибо Российской Федерации за то, что вот сегодня у нас есть такое счастье, ребенку уже полтора года. Обыкновенное чудо происходит здесь, в медицинской лаборатории. Под общим наркозом у женщины извлекают фолликулы. Дальше у эмбриолога есть всего несколько минут, чтобы обработать и подготовить их. Затем к процессу подключают мужчину. Под этим микроскопом с помощью микроиголок заранее очищенную семенную жидкость соединяют сейцеклеткой. Это микродвижение. Тут вот эти джойстики сделаны таким образом, что я когда смотрю, они двигаются, эти инструменты. А здесь вот мои движения все становятся очень мягкими и нежными за счет этой всей системы. Мы максимально миминизируем вот это вот нахождение инкубатора вне условий как бы женского тела, которое мы имитируем, для того, чтобы просто сделать ту работу, которую сперматозоид, скажем, не способен сделать. После слияния оплодотворенные яйцеклетки помещают в инкубатор с температурой 37 градусов. Их насыщают кислородом, белком, витаминами и аминокислотами. Эмбрионы развиваются в течение пяти дней, а по истечению этого срока их подсаживают в организм женщины. Успех прикрепления плодного яйца всего 30%. Поэтому, чтобы повторять процедуру ЭКО, во всех репродуктивных клиниках есть такие дюары с жидким азотом. Можем открыть и увидеть, что они устаряются. Вот здесь в таких финалах находится эмбрион. При температуре почти в минус 200 градусов хранить эмбрионы, сперматозоиды и яйцеклетки можно бесконечно. К слову, сегодня в Крыму на учете с диагнозом бесплодие в государственных клиниках стоит 1200 семейных пар. В 2019 году на процедуру искусственного оплодотворения по полюсу медицинского страхования на полуострове предусмотрено 700 квот. Если более года не наступила беременность и обследование выявило тот или иной фактор, причину бесплодия, суворужская пара при невозможности излечения другими способами должна быть направлена на проведение процедуры ЭКО. Минздрав сотрудничает с несколькими клиниками Республики Крым, которые располагаются непосредственно у нас в Симферополе, а также с рядом медорганизаций, которые находятся на материке. Направление на ЭКО в Крыму дает специальная комиссия Минздрава Республики. В пакет документов входят обследования обоих партнеров. Гормональные, инфекционные, генетические. Средний срок ожидания процедуры – три месяца. Первый ребенок из пробирки был рожден в Крыму в 1994 году. С тех пор таким образом на полуострове появилось на свет свыше тысячи малышей. И примечательно, что больше половины из них в российском Крыму за последние четыре года. И это благодаря государственной поддержке. Мария Красновицкая, Иван Евдокимов, Новости 24. Такой была информация этого выпуска. И спасибо нашим журналистам, глазами которых мы увидели интереснейший процесс зарождения жизни в лабораторных условиях. Искусство – тоже не менее интересная сфера жизни человека. Я предлагаю прямо сейчас посмотреть афишу, где мы рассказываем, что можно посмотреть на театральных подмостках Крыма. Сегодня Крымский театр «Кукол» представит маленьким зрителям сказку «Красная шапочка» с необычным сюжетом и новыми персонажами. Зайка, смелый цыпленок и лесные эльфы на мыльных пузырях – таких героев «Красная шапочка» еще не встречала. Вместе они перевоспитают волка. Зрителей ждет красочный музыкальный спектакль. Начало в 10.00 и в 11.30. Представление предназначено для детей старше трех лет. В Крымском академическом русском драматическом театре имени Курького комедия «Выходили бабки замуж». Героини спектакля – четыре подруги-пенсионерки. Несмотря на возраст, они полны оптимизма и надежды на лучшее. А тут еще и завидный жених появился с собственной избой. Правда, только один. Кому он достанется? Начало в 19.00. В кинопрокате сегодня фильм под названием «Громкая связь». Несколько друзей на выходных собираются в загородном доме. От скуки герои решают поиграть. На любые входящие звонки отвечать по громкой связи и читать вслух сообщения. Но они и представить себе не могли, сколько открытий сделают друг о друге. В главных ролях – Александр Демидов, Ирина Горбачева, Леонид Барац, Камиль Ларин. Любителям исторических фильмов понравится кинолента «Тобол». Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в глубину Сибири, в пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в разговор местных князей. Его крепость окружена полщищами диких джунгар и помощи ждать неоткуда. Киносеансы вы можете выбрать сами. Ну а я предлагаю вдвинуться дальше, поговорить про валюты и цены на топливо. Самое интересное, что вот буквально недавно огласили новость, самая популярная у фальшимонетчиков купюра – это 5000. И таких купюр выявлено более 28 тысяч за прошедший год. Ну что ж, теперь о топливе. Газ сегодня равняется 28 рублям 18 копейкам за 1 литр. Дизельное топливо – 51 рубль и 28 копеек. 92-й бензин – 48 рублей 17 копеек. 95-й – 50 рублей 25 копеек. И самый дорогой – 98-й – 56 рублей 58 копеек. Цены на валюты. Итак, доллар сегодня равняется 65 рублям 61 копейки за 1 единицу. Евро – 74 рубля и 48 копеек за 1 штуку. Обе эти валюты за последние сутки подросли порядка 35 копеек. И вот такова динамика роста и падения этих купюр. Что касается денег, деньги действительно могут людей еще и толкать на самые необдуманные шаги. А может быть, обдуманные. Вот у меня есть такая новость, что житель Кировского района, уклоняясь от судебных приставов, спрятался под кроватью. Дело в том, что мужчина очень долго не выплачивал алименты на своего несовершеннолетнего ребенка. И в итоге вынужден был поступить таким образом – прятаться. 40-летний мужчина прятался под кроватью. Ну что ж, и такое бывает. Но я знаю только одно, что от наших журналистов ничто не укроется. Особенно если это касается социальных сетей Крыма. И следующая рубрика «Крым онлайн» как раз об этом. Благими намерениями выслана дорога в ад. Не только обладатели легкового транспорта пренебрегают правилами дорожной безопасности. Водитель маршрутного такси подбирает пассажира прямо за крутым поворотом шоссе. Подобная добродетельность чревата серьезными последствиями. Резко повернувший автомобиль неминуемо столкнется с автобусом. Нерадивый водитель, припарковавшись, перекрыл доступ к мусорному контейнеру, за что получил порцию бытовых отходов в лобовое стекло. Быть может, такие методы поспособствуют культуре правильной парковки личного транспорта. Жители Феодосии зафиксировали на видео столб черного дыма, неизвестного происхождения. Официальной информации об источнике возгорания пока нет. На территории Ливадийского дворца под аккомпанемент классической музыки прошли учения пожарных служб. Условное возгорание случилось на крыше здания. Огнеборцам удалось оперативно локализовать источник пламени. Умелая работа спасателей собрала массу зрителей, которые с удовольствием фотографировали ловких пожарных. Минута доброты. Старушка не решается перейти дорогу, чем останавливает трапик. Приятно, что среди водителей и пассажиров нашелся неравнодушный человек, который помог пенсионерке перейти оживленную улицу. Будьте добрее друг к другу. Таковы были новости крымского сегмента интернета. Ну а о последних событиях, которые происходят прямо сейчас, прямо на наших улицах, наш мобильный корреспондент Никита Крылов готов рассказать прямо сейчас. Никита, здравствуйте. Доброе утро студии еще раз. Прямо сейчас я нахожусь в районе Марина, в районе конечной остановки. Вот троллейбусы, как вы видите, заезжают. И хотел бы обратить ваше внимание на то, как плавно двигаются автомобили. Разрешенная скорость в этом районе 60 км в час. Ну вот знаете, по какой-то, казалось бы, неведомой причине автомобили едут. О, даже некоторые машут. И вам здравствуйте. Вот, да, водители отмечают, что дорога на самом деле ужасная. Честно говоря, я не знаю, здесь, наверное, на внедорожнике будет проще как-то передвигаться. Ну, километров 30 час они едут, 20 максимально. И многие выезжают на встречную полосу. Хотя, как вы понимаете, я думаю, все понимают, что это небезопасно. Но тем не менее, ну а что делать? Проехать-то всем хочется. Я уже говорил о том, что это конечное общественного транспорта. Это означает, что здесь есть и люди, поток людей достаточно большой. Марина, микрорайон не маленький. Так вот, все это небезопасно. Такие огромные ямы. Смотрите, автобус тоже пытается объехать. И все это по встречной полосе. Ну, между прочим, на этом месте мы не первый раз уже показывали о том, что был временный ремонт произведен. Примерно недели три назад. Спасибо огромное. Все сигналы, все машут. И так понимаю, водители тоже, как и я, надеются на то, что проблема эта будет вскоре решена. И вот в прошлый раз, когда приезжали в эту сторону, замечали здесь такой непорядок, я бы так сказал, даже бардак на обочине. И вот пытаюсь прямо сейчас проверить, может быть, ситуация исправилась в этот раз. Сейчас, ну вот, тихонечко переводим камеру. Так, сейчас, 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 сейчас. Нет, как вы видите, снег это чудесная вещь. Он припорошил, но грязь как была, так и остается. Но это, конечно, очень печально, потому что рядом водохранилище, воду мы пьем. Ну, и в каком-то состоянии, пока что в хорошем. Но если все будет в таком состоянии, то будет как минимум не весело. Уж как минимум это точно. Ну что, надеемся на ремонт и передаем вам слово студия. Спасибо большое, Никита. Спасибо, Никита. А я бы хотела продолжить тему, которую начал Никита. Она касается дорог и, в первую очередь, конечно же, автомобилей. Крымский республиканский центр медицины катастрофы и скорой помощи получил еще 26 новых автомобилей. Всего же им за 5 лет купили 258 машин. Я думаю, это очень хорошая новость для крымчан. Это значит, что они станут, скорая помощь станет еще быстрее, еще мобильнее. И сможет, конечно же, оказывать услуги, ну, как я уже сказала, быстрее. И тогда абсолютно будут исключены всякие кровавые события, в частности, кровавые свадьбы. Ну, я говоря это словосочетание, конечно же, имел в виду вовсе не кровь, как в прямом понимании этого слова, а прекрасный спектакль, который прошел давеча в музыкальном театре Республики Крым. И об этом расскажет наш корреспондент Алиса Троян. По-настоящему испанские страсти на крымской сцене артисты Севастопольского театра имени Вадима Юлизарова привезли в Северополь премьеру. Спектакль будто создан для крымской сцены. Настолько органично смотрятся гиперболизированные чувства. Главные герои знакомы давно, но по стечению обстоятельств Леонардо уже женат, а его возлюбленная выходит замуж за другого. Здесь затронута вечная тема любовного треугольника. Он, она. Я думаю, у каждой женщины было в жизни что-то нечто подобное, кто переживал несчастную любовь. Даже во время репетиции энергетика на сцене поражает. Погоня, смерть, жизнь, безудержная радость и бесконечный траур. Все сливается в едином потоке на языке танца. Гарсия Лорко писала свое произведение в 33-м, но каждому времени свои нравы. Современный девичник, по мнению артиста театра, выглядит именно так. В произведении испанского драматурга имя есть только у одного героя, Леонардо. Остальные довольствуются социальными статусами. Жена, мать, невесты, жених. Я и полюбил эту роль, потому что это активность, это молодость, это желание любить, жить, без предрассудков. Мне очень нравится она. Костюмы готовились несколько месяцев. Чтобы передать настоящую атмосферу родины произведения, продумали каждую деталь. Кастаньеты для постановки заказывались в Испании. Теперь нужно только понять, как ими правильно пользоваться. Кастаньеты считаются полноценным музыкальным инструментом. И каждый удар по кастаньетам определяет свой ритм. И главным и основным ритмом в нашей постановке считается рья-пи-та-пи-та. Рья-пи-та-пи-та. На сцене полным ходом идет подготовка, ну а мы пока заглянем в святую святых любого артиста, в гримёрку. Я по пьесе версии Лорка «Бедняк», которая с главной героиней еще знаком с ее 16-летия. Это я вкратце сказал. Как все это происходит, вам надо прийти посмотреть. Невозможно оставить без внимания самых загадочных персонажей повествования. На протяжении всей истории они не спускают пристальный взгляд с главных героев. Луна и судьба, грубо говоря, в один момент начинают играть судьбами простых людей, сталкивают их. Судьба плетет свои сети, опутывает вот этой красной нитью. Это символ рока, от которого невозможно уйти. Аргентинская танго, испанские мелодии – чувства, для которых не нужны слова. Когда идешь на танцевальный спектакль, необходимо одно – воспринимать. Еще при жизни с Вадимом Альбертовичем я обсуждала возможность постановки этого спектакля. Ну и потом все сложилось так, что все-таки решили, что этому спектаклю быть. Он у нас, конечно, получился совсем другой. Он более динамичный, более близок к нашему времени. Это вторая постановка после ухода из жизни бессменного руководителя театра. Первый спектакль показали севастопольской публике. Дальше артисты отправятся на гастроли очаровывать другие города полуострова. Алиса Тарая, Андрей Псом. Утро нового дня. Ну что же, не только корреспонденты «Утро» так активно проводят свои дни, посещая всякие мероприятия. В частности, новостная редакция тоже активно ездит по всяким всевозможным событиям, которые происходят в Крыму. Вот в частности, сегодня наши коллеги из новостной редакции поедут. В республиканском принц-центре состоится пресс-конференция, посвященная Министерству финансов, посвященная итогам пятилетки. Наши корреспонденты поедут в Судак, где посетят амбулаторию. Также будет пресс-конференция с Натальей Федоровной Маленко сегодня. Это глава администрации Симферополя. И в государственном совете состоится круглый стол на тему «Наш выбор. Преемственность поколений». Таковы будут основные сюжеты, которые снимут наши новостейные коллеги. Очень интересные темы, а самое главное, очень важные, что особенно касается главы администрации Симферополя Натальи Маленко. Она, конечно же, какой-то отчет приведет. Поэтому смотрите, следите за новостями на телеканалах «Крым-24» и «Первый Крымский». И можно также нас смотреть в интернете онлайн. Ну, а там же можно и найти эти новости и прочитать, если вдруг вы что-то упустите. Следующий наш сюжет называется «Крым онлайн», в котором мы рассказываем о том, что происходит в Крыму. Десятилетний мальчик из Китая накопил денег на бриллиантовое кольцо для мамы. Покупка подарка и попала на видео. Малыш собрал 8 и 8 тысяч юаней. Это около 89 тысяч рублей. Герой очень не хотел, чтобы его мама чем-то уступала другим родителям. Расстроганная женщина пошла на хитрость и попросила сына скопить денег на более дорогое кольцо. Таким образом отложив их на его будущее. А лисички взяли спички. Приятель знаменитого рэпера решил подшутить и начал стрелять в него фейерверком во время прямой трансляции. Автор ролика, что ей силу, ворачивался от снарядов хулигана, но в итоге горящий салют поджег сухой газон. Веселился в одиночку, а тушить пришлось всем вместе. Родился в жилетке. Сотрудник ГИБДД чудом увернулся от прицепа грузовика. Автомобиль на большой скорости занесло на замерзшей дороге. Героя выручила ловкость. В последнюю минуту он отпрыгнул в сторону. К счастью, в аварии никто не пострадал, только автомобили придется сдать в ремонт. Будьте внимательнее на дороге. Хозяин Медной горы. Таким образом свой жилищный вопрос решил американский студент. Грант всю жизнь мечтал о личном жилье, но денег никогда не хватало. На недвижимость в городе так точно. А вот на гору в пригороде возможно. Осталось одолжить у отца шахтера пару ящиков динамита. А затем провести свет, воду, интернет. Теперь у парня нет отбоя от квартирантов. С собой из города он забрал собаку и двух кошек, а также купил бычка. Уют можно создать даже среди голых скал. Вдохновляющее видео. Мусорщик во время работы нашел детский батут. Искушение попрыгать оказалось настолько сильным, что герой ролика не удержался. Он до последнего не хотел отправлять игрушку в последний путь, испытав ее на прочность несколько раз подряд. Очень важно не забывать, что все мы родом из детства. Места старшим нужно уступать. Такое правило этики актуально не только среди людей. Пес-отец, недовольный тем, что почетное место у спящего хозяина занял щенок, вежливо свалил малыша на пол. Как ни крути, осторожить сон человека – дело требующее опыта. После стольких лет эволюции. В сети разлетелось видео сравнение того, как дорогу переходят животные и человек. Утки терпеливо ожидают зеленый сигнал светофора, а затем не спеша идут по переходу. Так же поступают и коты. И только человек, занятый своими мыслями, идет на пролом. Есть чему поучиться у братьев наших меньших. В принципе, соблюдать правила дорожного движения этому учили еще в школах. Но иногда в школах заняты не только этим, а также как же сохранить безопасность именно в школьных учреждениях. Но иногда перегибают палку. Например, устанавливают видеокамеры в туалетах. По крайней мере, один такой случай был зафиксирован в российской школе. К счастью, не в Крыму. Родители возмутились этим фактом. А администрация этого учреждения объяснила, что это муляжи для того, чтобы дети не рисовали на стенах в туалете. Ну и вот к теме я немножко подошла. К нашей, это что касается безопасности и в школах, и, конечно же, установки там видеокамер. У нас уже есть гость студии. У нас в гостях Айдер Серверович Аблятипов, заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну что ж, вот что касается безопасности в школах. Сейчас ситуация значительно меняется. Мы видим, что и охрана уже везде есть, и стоят специальные турникеты. Просто так никто не попадет. Или все-таки можно пройти на территорию школы? Кому? Всем можно попасть в школу, кто идет с добрыми намерениями. А как это проверить, что он с добрым или с плохим намерением? Довольно сложно. Да. Довольно сложно. Именно поэтому в последние несколько лет мы разработали целую систему по антитеррористической защищенности объектов образования. Я говорю, когда об объектах образования подразумевая и школу, и детские сады, и техникумы, и колледжи, и университеты. И эта работа успешными шагами идет. Почему успешными шагами? Потому что буквально за несколько лет мы сделали очень большую работу. То, что в субъектах Российской Федерации делали годами. Да, может, десятилетиями. На протяжении десяти лет, да. Что именно было сделано? Что было сделано? В первую очередь мы должны говорить о том, что сегодня практически более 80% объектов образования имеют целостное периментальное ограждение. Это первое. Второе. Все учреждения охраняются. Абсолютно все? Все 100%. Где-то с собственными силами, где-то с привлеченным или национальной гвардией, или частных охранных организаций. Следующая позиция. Более 67% объектов образования сегодня обеспечены автоматической системой пожарной сигнализации. Это большая защищенность наших детей и сотрудников учреждений образования. Если говорить о видеонаблюдении, то сегодня 57% объектов имеют систему видеонаблюдения, за которой специально обученные люди следят и смотрят. И чтобы в том числе не было чужого проникновения. Отвечая на ваш вопрос, кто может попасть? Конечно, могут попасть все. Но для этого всего-навсего надо будет на посту охраны предъявить свое удостоверение личности и сказать, по какому вопросу ты пришел. То ли забрать своего ребенка, то ли встретиться с кем-либо из администрации. А вот после той трагедии, которая произошла в Керчи, это было не так давно, в прошлом году, поднимался вопрос о том, чтобы занимались охраной из национальной гвардии специально обученные люди. Сейчас же этим частная охрана занимается. Вот на каком в итоге вы решили остановиться? По предложению главы республики Сергею Валерьевичу Аксенову было подготовлено обращение в Москву на имя президента, на имя правительства страны о том, чтобы инициатива Крыма была поддержана. В данный момент вопрос изучается и рассматривается. И связано это не с тем, что кто-то хочет или не хочет. На наш взгляд, у национальной гвардии не хватит сил и средств для охраны всех объектов образования. Возможно, это мое личное такое мнение, они возьмут под охрану только крупные объекты. Потому что маленькие школы, расположенные в сельских населенных пунктах, там просто нет войск национальной гвардии. И там будет охрана частными охранными организациями, которые, соответственно, лицензированы и имеют право эту работу делать. То есть не будет такого, что бабушки и старушки будут сидеть в платочках у входа и охранять школу? Бабушки и старушки — это очень хороший телевизионный образ, что они охраняют. Сегодня бабушек и старушек, конечно, нет. Есть люди старшего возраста, кто-то вышел на пенсию, устраиваются на работу, в том числе в частной охранной организации, на должность охранника. Но все они проходят обучение и знают свою задачу. Ну, наши корреспонденты тоже не дремали и подготовили небольшой сюжет, блиц-опрос, посвященный тому, что же думают симферопольцы относительно того, нужно ли ставить видеокамеры в школах. Давайте прямо сейчас посмотрим. Я думаю, что необходимы для целей безопасности. Нужны. Зачем? Для контроля. Элементарного хотя бы. Обязательно. Везде они нужны. А для чего? Ну, менталитет у нас еще немножко хромает. Наверное, да. Пусть будет. А для чего? Следить за ними, чтобы они не буянили. Это безопасность наших детей. Естественно, нужно, чтобы разбираться в ситуациях, которые спорные. Вообще везде надо камер побольше поставить, чтобы не было потом никаких спорных ситуаций и использовать их на улицах, допустим, освещение бывает, разбивает еще что-то, хулиганство. Нужны. Поздетки будут целости наши. Я считаю, что ни в коем случае не надо. Как-то в Советском Союзе жили без камер, без охраны. Сейчас очень все это сильно наделали. Раздули проблему. Куча охранников, куча камер. Сами себя настращали. Поэтому я думаю, что еще рано детям вообще-то увлекаться камерой. Чтобы бандитизма никакого не зарождалось, так сказать. Чтобы проблем не было. А если и были, то есть, чтобы была возможность их выявить. У нас время, наверное, такое, что без камер сейчас не обойтись. Поэтому я считаю, что да, особенно если есть и крупные школы, то может быть, да. Да, нужны для обеспечения безопасности в школе. Везде нужны. Не только в школах, а везде. Чтобы снизить правонарушения, камеры обязательно нужны. Да, нужны. Не только в школах, но и на улицах, и в подъездах. А я в школе работаю, и я считаю, что они обязательно нужны. Глаз народный вещает, что нужны и обязательно нужны. А вы как считаете? Камеры, конечно, однозначно нужны. Именно поэтому разрабатывается программа «Безопасный город». То, что жители города Симферополя говорили. Скажите, пожалуйста, а камеры нужны в учебных классах? Или только в общественных коридорах, холлах, вестибюлях? Согласно тех документов, которыми мы сегодня руководствуемся и работаем, то задача в виде наблюдения заключается в обеспечении безопасности школы или детского сада. И поэтому эти камеры устанавливаются переменитально вокруг школы, чтобы увидеть чужое проникновение. Относительно установки камер в классах, мое мнение, которое опирается на действующую нормативную базу, нет. Нет. В камеры. Камеры не должны устанавливаться и в туалетных случаях, имел место в городе Москве, и в классах. Непонятная точка зрения. А вот с другой стороны, ведь известны случаи, когда дети себя ведут совершенно неадекватно по отношению к учителю, вплоть до применения каких-то физических случаев насилия над учителем именно. Вот такие случаи очень сложно доказать бывает, и случайно только всплывает, когда ученики снимают на телефоны. Вот как с этим бороться? Может, камеры помогут? Не знаю. Мне сложно на это сказать, когда учитель не владеет классом. Мне действительно на этот вопрос сложно ответить. Хорошо, установим сегодня камеру. Мы зафиксируем факт, как вы говорите, насилие со стороны детей по отношению к учителю. Тогда завтра надо будет ставить в каждом классе полицейского? Нет, конечно. Это работа и учителя, это работа и администрации, это работа с родительской общественностью. Мы не можем допустить того, чтобы во время урока... Зачем дети приходят в школу? Зачем учитель приходит в школу? У каждого из них своя задача. Дети приходят учиться, а учитель делится тем, что он знает. И он рассказывает им, то ли предмет истории, то ли предмет математики, то ли предмет русский язык или крымско-татарский язык. Если мы будем говорить, что во время урока могут быть безобразия, то значит, недорабатывает в том числе и учитель. Почему он смог позволить такое, что дети отвлеклись, и вместо того, чтобы в 45 минут постигать добро, они начинают, не хочу сказать слово, насилие по отношению к учителю или в целом к тому, наверное, дому, в котором они сегодня находятся, в школе. Айдар Сероверович, сейчас еще школы идут новым путем, они уже постигают новые технологии, в том числе электронные браслеты для детей в хорошем смысле этого слова, которые постоянно фиксируют приход и уход ребенка в школы и сразу же сообщением отправляют на телефон родителям, чтобы те знали, пропускают ли их дети учебный процесс. У нас до нас дошел этот прогресс или еще пока нет? Нет. Такого еще нет? Такого нет. Электронные дневники? Электронные дневники, электронные журналы. Это тема сегодняшнего дня, и в этом направлении мы работаем. Но в каком плане? Это уже внедряется или это уже внедрено? Нет, нет, это уже внедряется. Есть передовые наши школы, которые по этому направлению уже пошли, да. Но сказать, что это повсеместно, нет. Как это работает? То есть родитель может зайти в интернет и там увидеть оценки своего ребенка? Да, да. Это обычная система. То есть мы уходим от бумажного документа обороты, как говорится. Это формулировка такая сложная. То есть все через систему интернета. И он видит то, что у ребенка, как раз в этом электронном дневнике, какие замечания или пожелания сделаны со стороны учителя. И ответ на свою реакцию тоже отражает. Это очень здорово, потому что в мое время, я помню, как эти журналы воровались, как их сжигали над тайком на задних дворах школы. А сейчас, наверное, такого уже сделано невозможно. Нет, сегодня такого нет. Вы знаете, вы меня удивили вот этим вопросом относительно насилия в классе. Мне действительно понять это тяжело. Потому что впервые, много лет назад в Соединенных Штатах Америки, когда нам показали благополучную школу и сказали, что вот это такая вот частная школа, благополучная, спокойно дети себя ведут. И после этого нас показали, повезли в государственную школу, и где в коридорах, в начале коридора, в конце коридора стояли здоровенные двухметровые полицейские. В отдельных классах стояли полицейские. То есть нам показали школу для трудных. Вот там находились полицейские, которые следили за порядком и помогали преподавателям. Ну, я не думаю, что у нас такое будет. Просто-напросто здесь надо говорить больше о вопросах, воспитания, а не через то, что мы должны ставить то ли видеонаблюдение, то ли полицейских в школах. Большое вам спасибо, Айдер Серверович. Я надеюсь, что в наших крымских, симферопольских и вообще российских школах атмосфера будет самая благоприятная, и никогда таких инцидентов не будет случаться. И напоминаю, что у нас в гостях заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Айдер Серверович Аблятифов. Большое вам спасибо за ваш рассказ. А мы двигаемся дальше от атмосферы в школах, к атмосфере, которая атмосферная, которая, собственно, окружает нашу планету. Погода прямо сейчас. Погода прямо сейчас. Погода прямо сейчас. Погода прямо сейчас. Саш, вот всем известно, что символом, негласным символом крымского моста является кот Рыжий Кот. Его так и зовут Рыжий Кот Мостик. И, кстати, у него есть твоя страница в Инстаграме, там можно очень много прочитать новостей. И хочется отметить, что Мостик очень тщательно следит за работой. Он постоянно проводит котоинспекцию вместе со своими помощниками, псом-цыганом, и чайкой Валерой. Они следят за тем, чтобы рельсы были положены правильно, ровно, как и полоски на хвосте кота. Если не ошибаюсь, там еще и дельфин был тоже. И дельфин. И имя дельфина не помню, да. У всех, конечно же, этих животных-строителей тоже есть имена. И они, как говорит Кот Мостик, трудятся, не покладая лап и хвостов, и других частей их тела. Я напомню, что в интернете есть еще один мем, который имеет широкую популярность, который называется «У меня же лапки». Лапки, да, именно так он называется. Но вот что еще хотелось бы добавить по Котику, это то, что он, конечно же, очень много работает, но, тем не менее, много ест и носят его на руках. Если можно наблюдать, как пес-цыган сам выходит из автобуса, а, кстати, когда строители приезжают на автобусе туда на стройку, они берут с собой и животных. И вот если пес сам выбегает, то котика несут на руках, конечно же, торжественно. Никто его не опускает на землю. Это, конечно, Кот Мостик и собака-цыган, конечно, достопримечательности этого моста, который тоже сам по себе достопримечательность. Ну и наши города полны совершенно прекрасных объектов, которые заслуживают стать их гордостью. Разобрался в этой теме Артем Андроновский, прогулявшись по центральным улицам Симферополя. Чтобы открыть для себя что-то интересное, совсем не обязательно выезжать за город. Порой привычные места могут открыться для вас по-новому, стоит лишь взглянуть внимательно. Специально для этого мы и приехали в самый центр города Симферополь. Окутанные будничной пылью повседневности, вековые здания хранят в памяти события, случаи и историю родного города. Старые фасады, хоть и уступают новостроим количеством, все же держат позицию, обращая на себя внимание прохожих. Как и для большинства жителей столицы, наше маленькое путешествие по центру начинается с улицы Горького. Одним из первых нас встречает старый, но все еще прочный монолит Симферопольского военного госпиталя. Гигант стоит здесь с 1801 года. Тогда на его территории была открыта первая на полуострове гражданская больница. Уже в 1821 году здание стало самым крупным медицинским центром во всем Крыму. Госпиталь назван в честь Святого Луки. Симферопольский архиепископ спасал жизни в этом здании с 1946 по 1947 год. На протяжении всей своей истории тут принимали раненых участников Крымской и двух мировых войн. Движемся дальше вдоль припаркованных автомобилей. Уже сейчас заметно, каким причудливым образом настоящее переплетается с прошлым. Среди вековых конструкций вырастают новые, броски. Шум стройки слышен и сейчас, он доносится из-за музыкальной школы. Некогда заброшенное здание дома дворянского собрания сейчас на капитальном ремонте. И правильно, раньше тут вовсю кипела жизнь. Решение его строительства было принято в начале 19 века. Местная аристократия нуждалась в помещении, где они бы собирались на ассамблеи и занимались прочими важными делами. Уже в 1826 году здание было достроено. Внутри нашлось место для библиотеки и бильярдного стола. В годы Крымской войны помещение использовалось как госпиталь. Уже в 1920 году на его территории открыли библиотеку. Такой статус и закрепился за зданием вплоть до 2011 года. После переезда библиотеки его забросили. Оригинальное здание русского драматического театра имени Максима Горького до наших дней не сохранилось. В 1979 году было принято решение о его сносе. В том же году началась реставрация, которая длилась 16 лет. Театр основал московский купец Волков, который переехал в Симферополь по рекомендации врачей. Он был большим театралом и арендовал сарай при дворе дворянского собрания, в котором приезжие ставили своих лошадей. И только в 1911 году здание театра приобрело современный вид. Внешний фасад нынешнего кинотеатра напоминает букву «П». Все благодаря арке 1915 года. Но история здания началась немного раньше, в 1904-м, с тех пор, чего тут только не было. Изначально в глубине двора был открыт первый в Симферополе иллюзион «Баян». В нем крутили синематограф. Один из самых интересных архитектурных памятников столицы. Построенное в 1913 году по проекту архитектора Краснова, здание банка выполнено в эклектическом стиле. Украшено оно четырьмя дорическими колоннами. По проекту здание было отодвинуто вглубь от линии застройки. Дом банка, общество взаимного кредита, в народе получил название «Золотой телец». Внешний вид должен был олицетворять надежность и достаток учреждения, а потому спроектированное в стиле позднего модерна здание приобрело элементы архитектуры Ренессанса и античности. Так и родилась его эклектика. Следующее здание расположилось прямо возле центрального универмага. Кстати, о нем тоже есть что рассказать. Здание выступило заменой построенному в начале 50-х универмагу «Мир». Он был возведен в место разрушенной на тот момент швейной фабрики. В 1964-м двухэтажный торговый центр занял его место. Он был построен на месте знаменитого пассажа «Анжела», одного из самых первых торговых домов Симферополя. Некоторые считают, что часть строения была сохранена и встроена в фундамент сумма. Так и вышло, что торговая история города имеет свое генеалогическое древо. Самая старая симферопольская пиццерия – дом с драконами. Как только дом купца Чарахова не называли. А ведь здание уже больше ста лет, и оно стоит практически неизменным. Купец первой гильдии Крыма построил это здание в начале 20-го века. На первом этаже располагалась биржа, на втором – одноименная гостиница. Дом построен в русско-византийском стиле с мавританскими элементами. Фасад украшен барельефами с десятью драконами, что и дало зданию такое прищудливое название. Сбоку расположена ажурная веранда с чугунными перекрытиями. Исторический памятник сохранился почти нетронутым. Вот и закончилось удивительное путешествие по центру города. Там дальше вместе с храмами начинается так называемый старый центр. Туда мы обязательно сходим, но как-нибудь в другой раз. А на сегодня все. От этого прекрасного сюжета я предлагаю перейти к минутке доброты и посмотреть следующий материал, который подготовили наши журналисты. Чуткая, уникальная Джулия ищет дом. Послушная, умная, способная в дрессировке. Возьмите, никогда не пожалеете. С ней приятно общаться. Она любит людей. Звоните. Плюс семь, девять, семь, восемь, восемь, восемьсот шестьдесят три, одиннадцать, ноль три. Ну вот, прекрасные собачки, которую, возможно, кто-то из вас захочет взять, я предлагаю перейти к более насущной теме, теме провок, потому что эта тема тревожит каждого крымчанина, который сейчас движется на работу, будь то на собственном транспорте или на общественном. Итак, я открыл планшет, на котором находится вид Симферополя с высоты птичьего полета. И, как мы видим, центральные улицы города загружены. Давайте поговорим более детально. Итак, площадь имени Куйбышева. К ней подходит проспект Победы. Мы видим, что по направлению, собственно, к площади проспект Победы почти стоит. Движение на нем остановлено, ввиду того, что машины не могут въехать на кольцо. Улица Киевская тоже по направлению к кольцу имеет высокую степень загрузки, и трафик там остановлен. А вот проспект Кирова почти свободен, и движение между площадью Куйбышева и площадью Советской фактически свободное. Это, конечно, хорошая новость, потому что именно по этой части города проходит основной трафик, по крайней мере, общественного транспорта. Другие же люди, которые двигаются на личном транспорте, предпочитают объезжать такие места по периферическим улицам. В частности, такие улицы. Это улица Шмидта, или, как вот, например, улица Буденова, которая примыкает к проспекту Победы. Давайте поговорим теперь о площади Советской. Эта улица, эта площадь не примыкает к проспекту Кирова, и он, опять-таки, свободен. По нему можно продвинуться без препятствий. А вот площадь улицы Ленина, которая примыкает к кольцу, она загружена, по крайней мере, по направлению к площади. Данная ситуация может быть не совсем корректно отображаться на экране, и реальные события могут быть несколько иными, но, по крайней мере, карта Яндекс показывает именно это. Давайте посмотрим еще одну хорду Симферополя под названием улица Севастопольская. И в данном случае, у меня тоже есть для вас, Симферопольцы, добрая новость, потому что почти на всем своем протяжении улица имеет желтый цвет, и движение на ней свободно. Небольшое затруднение есть в районе улицы Дмитрия Ульянова, потому что именно в этом месте активно транспорт проникает на улицу Севастопольскую, и тем самым затормаживает движение на этих перекрестках. Но, тем не менее, основная часть улицы свободна, и это означает то, что каждый из вас, кто спешит на работу, даже по центральным улицам города, имеет возможность добраться к рабочему месту вовремя. Ну, а я бы хотела рассказать немного о нерадивых водителях, вернее, одном водителе, который попал в достаточно нелепую ситуацию. Дело в том, что когда он хотел припарковаться возле своего дома, возле подъезда, он случайно заехал на лестницу. Как это у него получилось, непонятно. Но, скорее всего, его подвела техника, что-то в машине не сработало, именно таким образом он там и оказался. Но выбраться из этой западни ему самостоятельно не получилось. Пришлось вызывать специальные службы и с помощью троса его уже вызволять. Вот такие ситуации иногда происходят. В принципе, это понятно, что не запланировано, но водителям, конечно же, опять призыв. Будьте внимательны, бдительны и, конечно же, следите за, наверное, техническим состоянием своего транспорта, чтобы не оказаться в такой ситуации. Действительно, есть такие сложности. Но я предлагаю двигаться дальше по нашей программе. И, к сожалению, на данный момент стрима нет. Наш корреспондент несколько опять запутался в сети интернет. Я имею в виду, которая не сработала, иногда имеет свойство подводить. И давайте перейдем к следующему сюжету, который подготовили наши корреспонденты. Вам нравится выбрасывать деньги на ветер? Мне кажется, ответ очевиден. Есть правила, благодаря которым можно значительно сократить ваши расходы. Откажитесь от брендированных товаров. Это касается продуктов, вещей и даже лекарств. Помните, можно всегда найти аналог, который будет стоить дешевле, а эффект тот же. Используйте банковские карты как можно реже. Многочисленные исследования показывают, что расставаться с виртуальными цифрами гораздо проще, нежели с реальными бумажками. Обязательно составляйте список покупок. Например, если вы забудете купить хлеб или кефир, вам придется вернуться в магазин. И вы непременно купите еще что-нибудь. Многие магазины предлагают схему 1 плюс 1 равно 3. То есть покупаете 2 вещи, 3 в подарок. Не стоит приобретать дополнительные штаны для того, чтобы получить желанную скидку. Возможно, возле вас входит такой же покупатель, состыковавшись, с которым вы можете получить тот самый бонус. Алкоголь, курение, фастфуд. Уличения не только не дешевые, но еще и вредные. Поэтому от них отказываемся. И спасибо вам скажет не только кошелек, но и организм. Пользуйтесь дисконтными и скидочными картами. И помните, что у вас есть, например, скидка на мебель, а у друга на бытовую технику. Поменяйтесь на время, и все останутся в плюсе. Оптимизируйте расходы на связь интернет. Многие подключают услуги, которые им совершенно не нужны и даже не подозревают, сколько это стоит. Поэтому внимательно следите за балансом на вашем телефоне. По возможности откажитесь от личного авто. Альтернатива? Общественный транспорт. Или же ходите пешком. Ну а что? Чистый воздух. Ваше здоровье. Не стоит зацикливаться на том, чтобы экономить, экономить, экономить. Не отказывайтесь от вещей, которые приносят вам удовольствие. Ведь хорошее настроение – один из важных элементов счастья. Мы не посмотрели на Никиту на стриме, зато насладились его рассказом в этом прекрасном сюжете, который называется «Лайфхак», правильно? Да, и рассказывает о том, как же можно сэкономить. Мне кажется, очень хорошие советы. Очень важные советы, особенно в наших реалиях, я считаю. Но прямо сейчас у нас есть подключение к новостейной студии. Наши коллеги готовы с нами пообщаться, вероятно. Наш коллега Гульнара Юдина уже на связи. Доброе утро, Гульнара. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Гульнара, у нас сегодня был очень почетный гость, замминистра молодежи и образования. И мы с ним обсуждали тему безопасности в школах. Вот скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь безопасность в крымских школах в целом? Ну, это не только крымских школ, наверное, касается, а, наверное, это вообще всех школ касаемо. Вы, наверное, имеете в виду металлоискатели на входе и камеры видеонаблюдения? Абсолютно верно, особенно камеры видеонаблюдения. Ну, я считаю, что камеры видеонаблюдения обязательно нужны. Если раньше их не было, то, наверное, не поймите меня неправильно, я очень люблю детей, но дети были немного спокойнее, что ли, послушнее, наверное. Камеры видеонаблюдения, они в классах просто необходимы для того, чтобы восторжествовала, наконец-то, справедливость. Когда возникают какие-то спорные вопросы о том, что педагог обидел учащегося, либо там учащиеся между собой поссорились. Я думаю, что видеофакт как-никак может доказать правоту той или иной стороны. И, в принципе, дети сейчас у нас очень умные, начитанные, в том числе знают законы и понимают, что их можно отстоять в свою сторону. Дети очень хитрые стали. Ну, я думаю, в какой-то степени, Гульнара, ты еще имеешь корыстный расчет, потому что такие кадры наверняка попадут в чрезвычайный Крым, и о них будет о чем рассказать вам. Лучше не попадать в чрезвычайный Крым. Лучше не попадать. Но, кстати, вот замминистра сказал, что в классах камеры установлены не будут, потому что все, что происходит в классе, это ответственность учителя и отчасти его вина. Да. Ну, жаль, что так. И еще у нас такой вопрос. Что сегодня у вас на повестке дня? О чем будете рассказывать? Сегодня в эфире только самые актуальные новости. Покажем видеоматериал по итогам отчета главы республики и расскажем, какие безопасные современные технологии очистки и обеззараживания воды планируют использовать в Крыму. Будет интересно. Не переключайтесь. Мы не сомневаемся. Большое вам спасибо. Нам уже тоже пора заканчивать наш эфир. Да, постепенно, плавно мы приближаемся к его завершению. И сегодня хотим сказать спасибо всем тем, кто был с нами, кто вместе с нами проснулся и поднимал настроение в нашей компании. Ну, а мы свою вахту сдаем, передаем ее следующим ведущим Никите Крылову и Алисе Тарьян, которые уже завтра будут рассказывать для вас самые актуальные и интересные новости. Всего вам наилучшего и хорошего продолжения этого дня. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok